Девятое октября. Дейрзор. Крупная банда боевиков фронта Аль-Нусре предприняла безуспешную попытку атаковать территорию одной из воинских частей, расквартированных в данной провинции. Тщательно подготовленный штурм был успешно отбит личным составом данной воинской части. Нападавшие понесли серьезные потери и в прямом смысле просто сбежали, побросав свое оружие, которое потом было обнаружено в ходе проверки прилегающих территорий. Аль-Хасаке. В провинции Аль-Хасаке боевики фронта Аль-Нусре продолжают проведение террористических актов с целью дестабилизации обстановки и создания атмосферы страха. На одной из оживленных улиц ими был заминирован и подорван легковой автомобиль, принадлежавший частному лицу. В результате взрыва никто не пострадал. Этот и припаркованный рядом автомобиль сгорели полностью. Вспыхнувший пожар был потушен своевременно прибывшим пожарным расчетом. АЛЕППО. Стратегически важный район Ханасыр, располагающийся вдоль трассы Дамаск-Алеппо, по которой до недавнего времени шло снабжение провинции АЛЕППО всем необходимым, в результате проведенной армейской операции полностью освобожден от боевиков фронта Аль-Нусре. Армейские подразделения провели зачистку окружающей местности и прилегающих населенных пунктов. Дорога проверена саперами сирийской армии, которые обнаружили и обезвредили множество самодельных взрывных устройств. Колонны с гуманитарным грузом опять пошли в город АЛЕППО и отдаленные районы провинции. ХОМС. В ходе разъясненных мероприятий, направленных на борьбу с террором, в провинции ХОМС была обнаружена мастерская по производству самодельных минно-взрывных устройств. Проводится расследование. Дамаск. В Сирии, согласно договоренности, продолжают работать специалисты ООН по контролю и уничтожению химического оружия. Им предоставлена полная информация и открыт доступ на все объекты хранения. Оказывается, всяческое содействие. Один из офицеров, руководивших армейской операцией по зачистке территории и ближайших населенных пунктов, расположенных вдоль дороги Дамаска-Аэропорт, рассказал о ходе проведения этой операции. Движение по дороге становится все более и более безопасным. Продолжается проверка частных дачных участков и садов. Полностью освобождены районы Бет-Сахэм, Акроба, Ахдаф, Шабаа, где было уничтожено большое количество боевиков фронта Аль-Нусры и иностранных наемников, в том числе и из регионов Северного Кавказа. Движение по дороге Дамаска-Аэропорта и обратно, убедившись в полной безопасности движения по этому маршруту. Агентство Ана-Ньюс Марат Мусин Игорь Надышин Андрей Филатов Виктор Кузнецов Сирия